Итак, всем привет! Экстренное включение. Я еще не выздоровел, я еще болею, но нужно вас проинформировать, снять этот ролик. Тема ролика Windows 11. Доступно первое крупное обновление Windows 11, приложение Android, улучшение панели задачи и другие изменения. То есть это обновление, оно не 22H2. То есть 22H2 будет осенью. Что это за обновление? Давайте зайдем в параметры о системе и посмотрим. 22527, версия 21H2. То есть как было, так и осталось. Что хотелось бы сказать. Я поклацал данное обновление, все работает быстро, нету больше бага с Defender, он был. Работает сносно, работает быстро, я бы даже сказал. Это лучшее сейчас обновление, которое вот вышло для Windows 11. Сюда вот переехали виджеты, то есть из центра, то есть было здесь, стало здесь. Все кликабельно, все быстро открывается, здесь можно добавлять приложение. Нажимаем на плюсик, добавили, закрываем и просто вот. Family Safety и новости, и фотографии. Вот вверху у нас находятся виджеты, здесь находится блок новостей. Добавить виджеты, или можно сюда нажать, будет то же самое. Например, календарь мы добавляем. Вот наш календарь. Что хотелось бы в целом сказать. По поводу неподдерживаемых компьютеров. Обновление это доступно. Обновление доступно как всем, так и превью и бета. То есть оно вышло официально для всех. Доступно Android приложение на совместимых компьютерах. На совместимых компьютерах уже официально, скажем так. Это так и есть. Улучшайзеры и ускорение в плане интерфейса. В общем плане работоспособности системы. Приходит оно, давайте посмотрим. Параметры. Параметры центр обновления. Журнал обновления. Приходит оно, вот. Вот оно. Как накопительное обновление никакого TPN проверяться не будет. Просто не будет. Вот ставите это обновление. У вас все поставится. Даже на неподдерживаемые компьютеры. Что меня обрадовало, так это исчез баг с безопасностью Windows. То есть все открывается. Я об этом писал в сообществе YouTube. Что у меня вот такой трабл. Это ребята ноутбук. Это мой условно поддерживаемый ноутбук. Железо здесь. А системе. Вот 4 гига оперативы. Intel Core i5 процессор мобильный. Вот. И здесь присутствует TPM 2.0. То есть я могу сейчас взять, открыть программу предварительной оценки и поменять на предварительный выпуск. Это то же самое. Здесь тоже доступно это обновление. Давайте проверим поменялось ли. А теперь маленький бонус. Я хочу поговорить, почему я не советую ставить девелопер сборки. Ну во-первых они для опытных пользователей. Они для разработчиков. Там присутствует очень много багов. Я сам человек, который разбирается в операционных системах. И я и тот не лезу на девелопер сборки. Да, это конечно интересно. Я не спорю. Интересно покладывать будущее обновление. Но я советую ради стабильности дождаться осени. И осенью уже мы с вами поставим это обновление. А так в принципе можно пользоваться. Система ускорилась. На первый взгляд все работает очень даже. Быстро. Я не вижу никаких зависаний, лагов, багов и прочего. Даже при автоматической смене фона. Windows 11 это лучшая система для компьютера. На данный момент. Да, десятка будет еще поддерживаться до 2025 года. Но те кто любит что-то новое. Те кому хочется глоток свежего воздуха. Те кому хочется новых функций. Нового интерфейса. Пожалуйста. Обновляйтесь. Ставьте начисто. Это февральское. Крупное обновление. Исправление багов, уязвимостей. Что касается виджетов я вам уже показал и рассказал. Кратце. Вот еще если зайти на мой YouTube канал. Давайте зайдем на YouTube канал. Сообщество. Вот новость. Здесь была где-то я писал. Microsoft добавит Windows 11 дизайн интерфейса в стиле Windows 7. Да, ребята. Да, это будет. Но это будет осенью. То есть будет прозрачность, стеклянность. Все то, что мы ждем. Потому что ролик с презентацией Windows 11. Он выглядел, мягко говоря, гораздо лучше, чем мы получили в итоге. Но Microsoft работает. Слышит своих пользователей. Во всяком случае я на это очень сильно надеюсь. Вот так вот будет. Качество картинки, конечно, так себе. Это все будет осенью. 22H2. А еще хотел бы вам, кто не читает сообщества. Такие люди есть. В сети распространяет поддельный установщик Windows 11. То есть это вредоносный файл, который под видом Windows 11 попадает на компьютеры. Люди от неопытности, видимо, качают и заражают свой компьютер. Этот файл крадет банковские карты, всякие кошельки. Будьте бдительны, не попадайтесь на всякие вредоносные ссылки, утилиты. Windows 11 можно скачать только с официального сайта. Если вы хотите нормальную Windows 11, скачать можно с официального сайта. Я ссылочку приложу также в описании. Мне очень тяжело говорить, я очень заболел, но я не могу не общаться с вами, мне этого не хватает. Также у нас на канале планируется новый формат. Я об этом говорил, мы сейчас переоборудуемся, сделаем все, что нужно для запуска нового формата. И мы с вами увидимся уже в новом формате. Сейчас выходят такие ролики, которые я не выпустил ранее или забыл, но вот выпускаем сейчас. Мне писали очень много и друзей из канала, ребят, что выздоравливаю поскорее. Спасибо вам большое, буду стараться, будем на связи с вами. Вот такое вот обновление, спокойно качайте, все установится. А если ролик понравился, оцените это видео лайком, оставьте свой комментарий. Пальцы у меня работают, отвечать на комментарии могу. Пойду дальше выздоравливать. Спасибо, что посмотрели. На этом все, пока.